Забинфо.ру – первый информационный сайт Забайкальского края. Озеро Арея, которое по заслугам получило звание «Жемчужины Забайкалья», давно нуждалось в пристальном внимании власти. На протяжении 30 лет идея придания озеру особого природоохранного статуса не двигалась с мертвой точки. Озеро, имеющее уникальные лечебные свойства, превратилось в место несанкционированных свалок и отдыха туристов-дикарей. Спасение Арея стало ключевой темой выездного заседания забайкальских депутатов. Прибыв 4 апреля в Улётовский район, парламентарии подвели итоги проделанной работы для создания природного парка Ареи. Перед тем, как встретиться с местными жителями, народные избранники побывали на самом озере, поделились мнениями о современном состоянии этого места с представителями власти Улётовского района. Цель-то проста, чтобы вот это данное озеро, конечно, из него не сделать какую-то очередную помойку, если можно так выразиться. Должны быть правила пользования, одни и те же правила. Чтобы не отвечал один за муравейник, другой за водную гладь, третий за лес, пятый за, не знаю, что за воздух, должен быть один хозяин, дирекция, которая задает правила, и вот этим как раз сейчас и нужно заняться. Первый заместитель руководителя Министерства природных ресурсов и экологии Забайкальского края Пётр Павленко на месте показал, где будут располагаться агрохозяйственные, административно-хозяйственные, рекреационные и природоохранные зоны. Весь парк будет насчитывать 3,5 тысячи гектаров. 2700 гектаров из них будут отнесены именно к природоохранной зоне. Это значит, что на ней будет рекомендовано организовывать преимущественно прогулочные туристические маршруты и запрещены все виды природопользования. На природоохранной территории под запрет попадет строительство и размещение палаточных лагерей. Ужесточение мир вводится для того, чтобы максимально улучшить отдых и оздоровление граждан. Имеющиеся вот эти объекты, где условно, скажем, наши люди отдыхают, аварийных этих много, условий, санитарное состояние и так далее, не деньги зарабатывать, а, ну, это правильно, но с другой стороны надо давать и... условий для хорошего отдыха. Все необходимые организационно-технические мероприятия по созданию парка Арий завершены. Подготовлен соответствующий проект постановления правительства Забайкальского края, который руководству региона осталось только подписать. Мы должны в течение этого 13-го года все-таки создать здесь определенную структуру этого природного парка, которая бы следила за порядком, изучала бы и... продолжала бы научные исследования, да, изучала бы природные какие-то явления, которые здесь происходят на этом уникальном музее. Может быть, вопросы связаны и с его лечебными значимостью этого озера Арий. Ну, вот как раз этот процесс движется к завершению. Я думаю, что в течение летнего периода это будет все создано, и мы получим нормальное, уникальное место для отдыха наших Забайкальцев. На встрече с местными жителями, исполняющий обязанности министра финансов Забайкальского края Андрей Кефер, сообщил присутствующим о том, что на 2013 год на создание парка запланировано около 2 миллионов рублей. В 2014 году сумма вырастет почти в 7 раз. Дирекция парка будет состоять из 17 человек. Большую часть сотрудников составят инспекторы, которые будут следить за порядком и чистотой на территории всей зоны парка. Жители сел Арии и Танга задавали вопросы представителям власти и депутатам о том, как в дальнейшем будут организованы в этих местах рыбалка, охота, собирание грибов и ягод. Интересовались размером штрафов за нарушение правил пребывания на территории парка. Они искренне переживали за то, чтобы создание парка не стало условным бюрократическим актом и действительно принесло пользу отдыхающим и всем близлежащим селам. Надежда Акулова, Анна Кулигина. Специально для Забинфо.ру